Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители информационного агентства Хакасия. Сегодня у нас в гостях Анатолий Глазырин, депутат городского совета Саиногорска и заслуженный строитель. Здравствуйте, Анатолий Потапович. Здравствуйте. Тема, для обсуждения которой мы вас сегодня пригласили, на самом деле не очень приятно. На прошлой неделе в эфире телевидения в ЭГТРК Хакасии вышел сюжет, в котором упоминалась ваша фамилия в том числе. Упоминалось плохо. Там также упоминалась фамилия Юрия Курлаева и упоминалась фамилия Анатолия Глазырина, который якобы построил дома для детей-сирот, которые сейчас начинают разрушаться. Более того, во время этого сюжета прозвучала фамилия Курлаева, который якобы построил какой-то там дом, владел каким-то там участком, и теперь этот дом, насколько я понял, не передается несчастным детям-сиротам. Сюжет шел около пяти минут, мы обязательно его посмотрели. И нам стало очень интересно, мы пригласили вас на эту беседу. Давайте все по порядку, Анатолий Потапович. Что, собственно, произошло? Ну, давайте я начну сначала, чтобы сразу вот все точки над ней расставить по этому участку. Немножечко в ГТРК, ну, как сказать, они лукавят по датам. То есть, практически что? Вот есть мы с Юрием Николаевичем Курлаевым. Я занимался строительством жилых домов за свои средства в Бейском районе. построил наверняка около пятидесяти квартир для детей-сирот. Во время, конечно, Юрия Николаевича, когда он был главой района и так далее. То есть, я брал кредиты и, в принципе, да, вот у меня на прошлый год было 12 миллионов кредитных средств, потому что я брал кредиты и строил эти дома. То есть, когда Юрий Николаевич, а для того, чтобы построить дом, нужно иметь землю. У Юрия Николаевича была земля. Он говорит, ты забери ее. Я говорю, ну, как забрать? Ну, давайте, говорю, в принципе, мы чисто символически. В принципе, в декабре, вот, 19 декабря 2017 года составили договор купли-продажи, и я купил у Курлаева этот участок. Купил участок, согласно все зарегистрировали его в, в смысле, в МФЦ. Ну, как положено сделали. Далее все, я начал строить этот дом, двухквартирный дом, после приобретения участка. В мае 2018 года стройка закончилась. Я получил разрешение на ввод этого дома, в принципе, разрешение. И потом, ну, там были немножко заминки с назначением земли под многоквартирный дом. Все-таки двухквартирный дом построил, называется многоквартирный, под индивидуальный. Там пока переоформляли. И вот осенью 2018 года получилось, что дом был зарегистрирован на мое имя. Все, как положено, в принципе, и участок. Вы хозяин этой земли и владелец этого дома. Да, совершенно верно. Юрий Николаевич Курлаев. Вот был упомянут, честно сказать, никак, в принципе, не... Ну, абсолютно, это вот мое личное мнение. Это как бы очередной поток негатива на заместителя главы республики. Это вот складывается просто такое мнение, что захотели зацепить господина Курлаев. Когда вы увидели этот сюжет, что вы предприняли? Что я предпринял? Мы, в принципе, я попытался позвонить по телефону на ВГТРК, на весь тихо-кассе, который указан в это. Да вот в телефоне у меня есть, наверное, 24 попытки набрать этот телефон. Потом я на нее не смог. Потом мы нашли телефон уже по личным, будем говорить, каналам, телефон оператора Ольги Валерьевны Стильных, которая снимала это. Автора сюжета. Автора сюжета, да. Я попросил, скажу, Ольга Валерьевна, разрешите мне дать комментарий по этому вопросу. Потому что затронута не только моя честь с темой, ну, и в основном ее честь, будем говорить, человека, который действительно болел за это дело, за обеспечение детей-сирот. Ну, она сказала, я поговорю с редактором, переговорил, через час перезвонил, сказал, что редактор говорит, что пока идет проверка, мы в ваших комментариях не нуждаемся. То есть было сказано, мы в ваших комментариях не нуждаемся. Так точно. Как вы можете это прокомментировать? Я хочу сказать, что, ну, как будто бы, в принципе, ну, ну, это ущемление моих интересов, как гражданина Российской Федерации, просто, за как я не могу осуществить свою защиту, своих прав, своей чести защитить. Я просто вот хочу сказать по вопросу, где показан сюжет о якобы плохом состоянии домов. Да, я перебью вас, я объясню нашим читателям и зрителям. В сюжете в ЭГТРК Хакасия было сказано о том, что часть домов, в которых сейчас уже живут дети-сироты, они разрушаются спустя шесть лет, течет фундамент, открыта дверь, которая якобы не может закрыться уже долгое время. Серьезное обвинение. И перед на мной сидит человек, который эти дома построил. Что он может сказать в ответ на эти обвинения? Вот там прозвучало, будем говорить, три, так сказать, претензии. Первая претензия была влажность. В смысле, вот она когда говорит, девочка, это что, была влажность, когда мы заселились. Но когда мы пришли с комиссией обследовать этот дом, вся вентиляция была закрыта. То есть они боятся, что люди не жили в благоустроенном жилье, где действительно тут же, будем говорить, ванна, тут же и туалет, тут же и готовится, но влаги-то куда-то деваться. Ну и тем более, дом построенный был в этом же году тоже, и строительная влажность еще существовала в этих конструктивах. То есть ее надо было просушивать и вентиляцию не закрывать. Когда мы в течение года, даже двух лет на этом доме участвовали, второе обвинение было, то есть вот по влажности это была проблема не только с детьми-сиротами, и вот с погорельцами, то есть в принципе это потому, что это быстрое строительство и влажность, и люди, ну сейчас применяются пластиковые окна, будем говорить, герметичные очень дома, и влаги деваться некуда. Я правильно понимаю, что в дальнейшем это можно характеризовать как неправильная эксплуатация, эксплуатация жилых домов. Далее, вот серьезный вопрос был, говорит, септика врушилась. Ну почему эта девушка не сказала, что на септик-то трактор поставить, вон трактор провалился туда. Третий вопрос с этими дверями. Ну вы посмотрите, даже из сюжета видно, что эти двери, ну не просто так же они разрушены, они в течение семи лет, ну их кто-то пнул, наверное, или что-то. Ну вот это абсолютно, вы понимаете, надуманные претензии. Вот там, вот в районе 45 домов, мной построены, 45. Люди живут, кто хочет жить, кто хочет, имеется в виду, действительно жить, обслуживать. Ну и жилье нужно, будем говорить, эксплуатировать нормально, ухаживать за этим жильем. Он как живой организм, за которым... Давайте разберемся с самого начала. Вы ввели в эксплуатацию этот пресловутый дом. Какие документы и какие комиссии смотрели этот дом и какова гарантия, которую вы, как застройщик, дали на этот дом? Во-первых, вот чисто, будем говорить, как застройщик, я, будем говорить, строил, ну, на свои денежные средства и так далее, и так далее. То есть, в принципе, они у меня приобретали. Для этого создавалась комиссия, очень авторитетная комиссия, которая, будем говорить, состояла из представителя Министерства строительства и жилищной инспекции, второй из Министерства образования человек был, потом Комитет управления имуществом администрации Бейского района и Департамент строительства, ну, отдел строительства, то есть отдел строительства и коммунального хозяйства, там специалисты есть. Все это обследовали, где-то какие-то замечания, все это дело устранялось и так далее. То есть, приводилось это жилье в соответствующую норму, если оно не соответствовало. В итоге появился акт приема передача. Конечно, бак был составлен, поэтому акту Комитет управления имуществом принял это жилье у меня. Все, я мог бы не нести ответственность, но на добровольных началах я нес ответственность. Какие-то появлялись замечания, да, ну, где-то мои, где-то что-то, в принципе, в процессе эксплуатации возникали. Мы постоянно там этот дом обслуживали. В ближайший год. Да, в ближайший год. Ну и второй год тоже ходили, где вот Септик, будем говорить, они обвалили через 2-3 года ем. Даже через 3 года, по-моему, поехали, заменили эти плиты, которые там лопнули, ем, и бетонные плиты, заменили на новые плиты. А вот дорожки бордюрные, где трещины. Это единственное, что бордюрные дорожки, да, это есть такая болезнь в строительстве, потому что грунты нацепные, и при любом случае, при любом случае, это не фундамент, вы понимаете, фундамент крепкий. Это отмазка дома, которая выполняется 70 миллиметров толщиной, и вокруг дома, чтобы туда не заливалось. За это тоже, в принципе, это вообще не вопрос. Он на конструктив, и на качество не влияет никак. Анатолий Петрович, Потапович, прошу прощения, вы дали гарантию, как застройщик этого дома, на год, и потом в течение следующего года соблюдали эту гарантию, и еще потом целый год пытались все это делать. Затем вы отошли от всего этого, потому что этим должны быть, собственно, заниматься жильцы, владельцы этого дома. Мы, даже вот приведу пример, мы на этот дом, потому что, ну, существовали очень много дети-сироты, в общем-то, обращаются и в министерство образования. Мы тогда с Галиной Александровной, бывшим министром, ну, уже сейчас в отставке, мы в эту квартиру как раз заходили, заходили в другие квартиры, в принципе, ну, больших таких вопросов не возникало. То есть, в принципе, были все решаемые вопросы, которые мы решали на месте. После выхода этого сюжета вы ездили в этот дом? Я, нет, не поеду больше, потому что я не поеду к людям, которые меня унижают. Просто это, ну, пусть бог совести на их смысле... Хорошо, как вы считаете, мы потихонечку заканчиваем разговор, как вы считаете, ваша фамилия Глазырин и фамилия Юрия Курлаева вот в этой связи, для чего все это делается? Ну, я считаю, что это буквально, ну, выброс негатива на заместителя главы республики. Это вот, вот так, мое личное мнение, это вот так вот, что... С определенными политическими целями? Наверняка, да, наверняка, потому что у меня что такое? Ну, таких, как я, будем говорить, сотни заместителя главы республики на деньги. Хорошо. И последний вопрос в таком случае. Тема строительства жилья для детей-сирот в любом районе Хакасии очень всегда мост, они хватают денег. Что по этому поводу думает Анатолий Глазырин? Как это возможно? Вот, смотрите, какая ситуация. Сейчас, на сегодняшний день существует, будем говорить, две возможности обеспечить детей-сирот жильем. Первое, это приобретение жилья. Приобретение жилья. В основном, сейчас, в принципе, новое жилье, я вот строил новое жилье по деревням, да? Ну, на свой страх и риск. Через аукцион брал земельные участки, где, когда проходили аукционы, где-то покупал эти участки, потому что сейчас участков много и так далее. Покупал, на них строил. И на свой страх и риск строил. Вот в прошлом году у меня было не продано 12 квартир. Вот, 4 квартиры не проданы на сегодняшний день. То есть, они стоят, будем говорить, замкнутые, как вот в сюжете показали. А покупают старое жилье. Покупают старое жилье. Потому что в 2018 году, в это же время, проводилась проверка прокуратуры Республики Бейского района по приобретению жилья комитетом по управлению имуществом Бейского района. Потом они нашли, якобы, в смысле связь в коррупции, я только не знаю, между комитетом управления имуществом и мной, и еще одним предпринимателем. Что, ну, как будто бы, ну, хотя проводилось все через аукционы, все через интернет, и во всем. Обвинение вам было предъявлено? Да, мне обвинение предъявило. И вот, при рассмотрении на заседание антимонопольной службы у госпожи Лебедева и Ксении Александровны, там тогда проводилась проверка помощник прокурора господа Санданова, лидия Станиславовна. И вот они, буквально, вот это и были их слова, что, а почему вы покупаете новое жилье, почему вы пренебрегаете старым жильем? Вы должны беречь государственные средства и покупать не новое жилье, а покупать, в смысле, старое жилье. Это вот, я думаю, что заседание проводилось официально, эта аудиозапись должна находиться в ФАС, еще если они ее не уничтожили. То есть, в принципе, я что подсказываю, таким образом. И вот, проблема-то существует в том, что вторичный рынок практически весь выгребли, весь по деревням. Существуют такие критерии, как от 33 до 51 квадратный метр, чтобы, соответственно, было благоустроено, то есть, в принципе, был санузел, было отопление и так далее. То есть, в принципе, что вот, это все выгребли. Выгребли жилье, сейчас закупать нечем, абсолютно. И деньги есть, деньги есть, выделены Российской Федерации, все, они существуют. Вот, все, невозможно. Можно строить, да, в принципе, кто-то предприниматель, возможно, могли бы строить. Но у нас в прошлом году, в 2019 году принимается закон о том, что дети-сироты выбирают жилье там, где они захотят, не там, где они прописаны. То есть, сейчас, в настоящее время, дети-сироты выбирают жилье по городам Абакан, Черногорск, Саяногорск. Но, следующий этап, дальше идем. То, что сейчас и однокомнатные квартиры по этим городам уже тоже повыбрали, потому что очередь на обеспечение жилья сиротам очень большая. И все муниципалитеты, вот сейчас буквально все муниципалитеты закупают жилье в городах. Ладно, можно теперь второй вопрос. Строить жилье якобы целенаправленно для детей-сирот через аукцион и все. Но через аукционы что? Нужно иметь земельные участки. Государство должно предоставить это дело полностью с инженерными сетями и по деревням, и в городе. Дальше. Должна быть проектно-сметная документация, должна быть экспертиза проекта, не как для частного строительства. То есть все. Это увеличивает строительство процентов на 30, на 50. Будет увеличивать и по времени увеличится на 2 года. То есть в 2 раза увеличатся сроки поставки строительства. Вот. То есть существует проблема. Дальше. Как ее решить? Вот дальше что? Существует еще одно ограничение. Да, вот я предприниматель, взял кредит, в смысле несколько миллионов рублей, это кредитную линию, начал строить в городе, где-то взял бы строить и начал. Но у меня есть еще одно ограничение, которое законодательно ограничивает 20% в многоквартирном доме, не более 20% мы можем продать по этой программе детям-сиротам. Почему я не понимаю, это принят закон такой, что ограничивающий в процентном отношении для детей-сирот покупку в каком-то доме. То есть администрация, например, построила 30-40 квартир, а они все квартиры эти продать не могут. То есть вот какое, то есть здесь необходимо общее решение, общее решение, где должно решаться и законодательно все это дело решаться, министерство строительства должно решаться буквально или строить централизованно, забрать у муниципалитетов, у бедных муниципалитетов, которых нет денег даже на кадастровые работы, абсолютно они ограничены в средствах. И министерство социальной защиты, то есть в принципе нужно решать, не обвинять кого-то в том, что решать, в принципе принять решение и выполнять то, что положено законом, обеспечивать детей-сирот и лица, оставшиеся без попечения родителям жильем. То есть в принципе это можно делать. Мы в принципе готовы, вот строители, мы вот сейчас строим и ветхое жилье и так далее, то есть в принципе через аукцион мы готовы строить. Я вас понял. У нас в гостях был Анатолий Потапович Гвозырин с очень эмоциональным разговором по этому поводу. Спасибо вам за то, что вы к нам пришли. Всего вам самого доброго. До свидания. Всего доброго, спасибо. До свидания.